МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Первый Матищинский. В эфире информационная программа «День» в студии Юлия Федериненко. И в начале коротко о главных темах выпусков. Подростковые шалости и родители, которые хулиганят не меньше детей. Кто помогает в решении семейных проблем? У нас снижается стабильное состояние права нарушений, совершенных несовершеннолетними. Вкусно, полезно и недорого. Ярмарка «Дары осени» приглашает за покупками. За сальцем, за колбаски, подходит, выбирает. Что и где почитать, а главное, в каких условиях. Матищинские депутаты познакомились с работой окружных библиотек. Библиотеки на сегодняшний день – это не просто знакомство с книгой. Это еще и мастер-классы, знакомство с целым рядом направлений. С начала года среди школьников не выявлено случаев употребления наркотических и психотропных веществ, а также не зафиксировано преступлений сексуального характера в отношении детей. Но это не повод говорить об успехах. В комиссии по делам несовершеннолетних напомнили, что ответственность за детей лежит прежде всего на родителях. Тему продолжит Марьяна Зборовская. Преступлений, совершенных подростками, стало меньше по сравнению с прошлым годом. Рассказали в Управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав. Большую работу в этом направлении проделывают органы внутренних дел совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. На сентябрь месяц несовершеннолетними совершено 19 преступлений, прошлый год – 21. Но в отношении детей также сокращается и подростков количество совершенных правонарушений. Это общие цифры. У нас снижается стабильное состояние правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Это распитие алкоголя. Фактически нет фактов потребления наркотических психоактивных средств. Однако в Управлении делают акцент. Невыявленное правонарушение еще не означает, что его не было. Образовательные учреждения осуществляют контроль и анализ текущей ситуации, проводят ежегодное психологическое тестирование учащихся, направляют сложных подростков к квалифицированным школьным психологам. Несмотря на это, основная ответственность по воспитанию детей лежит на их родителях. На сегодняшний момент у наших жителей складывается мнение, что это образовательные учреждения должны родителям заниматься воспитанием и обучением. Нет. И на сегодня статья есть 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Все административные материалы по этой статье большая часть составляет цена родителей, которые не контролируют процесс обучения своих детей, которые не приобретают необходимые канцелярские принадлежности. Если уж родители не досмотрели, то придется иметь дело с представителями комиссии по делам несовершеннолетних. Она включает в себя 23 органа, которые ежедневно работают с детьми и их родителями. Главное – не допустить повторения истории, объяснить подростку, чем это чревато. Работает комиссия и с родителями. Помогают в реабилитации и лечении от алкогольной и наркозависимостей. По состоящим на учете у нас семьям и подросткам порядка 400 семей у нас состоит на учете и порядка 250 детей несовершеннолетних, которые совершили правонарушение. Планирование профилактической работы в каждой конкретной школе происходит с учетом анализа, во-первых, оперативной обстановки на территории обслуживания, во-вторых, анализа правонарушений среди учащихся образовательного учреждения и, в-третьих, с учетом данных социально-психологического тестирования, которое проводится в школах. Если вы или ваш ребенок столкнулись со сложностями, обращайтесь к школьным психологам и на телефон горячей линии. Квалифицированная помощь предоставляется бесплатно и конфиденциально. Главное – не игнорировать первые признаки проблемы. Потом может быть поздно. Марьяна Зборовская, Денис Петров, Первый Мытищинский. Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух людей. Напомню, 20 сентября в каюте катера, пришвартованного к берегу Клязьминского водохранилища, были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, произошла утечка газа в результате запуска переносного генератора, не предназначенного для отопления подобных помещений. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления точной причины смерти. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Это видео прислали наши телезрители. По словам жителей улицы Станционной, возгорание на территории бывшего гаражного кооператива происходит постоянно. Черный едкий дым и опасность распространения огня настораживают мытищенцев, поэтому каждый раз на место происшествия выезжают пожарные. В этот раз возгорание было потушено в течение 15 минут. Жители Станционной подозревают, что кто-то намеренно устраивает поджоги. Сейчас причина пожара выясняется. А это фото с места возгорания в деревне Федоскино. Там горела надворная постройка. К моменту прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение надворной постройки по всей площади. В результате пожара надворная постройка выгорела на площади 12 метров квадратных, пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. И к другим темам. Долгожданная новость для пассажиров. С сегодняшнего дня возобновлена работа маршрута номер 9. На этом автобусе мытищенцы теперь могут добраться от улицы Благовещенской в микрорайон Челюскинский. Осуществляет перевозки транспортная компания «Автомиг». Она получила такое право по результатам проведенного конкурса. На центральной площади города начала свою работу традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени». Широкий ассортимент мясной и рыбной продукции, овощей и фруктов, а также других товаров народного потребления представили более 120 производителей. Предложения, спрос, а самое главное – цены. Все свежее от производителей по сниженным ценам. Вот условия, по которым одни предлагают свой товар, а другие с удовольствием его приобретают. Ярмарка «Дары осени» стала не просто традиционной на центральной площади, но и носит второе негласное название – праздник сельхозпродукции и покупателей. Что касается цен, наверное, увидели. Вот действительно, можно улыбнуться. Самое востребованное сейчас у наших покупателей – картофель, морковь, свекла, капуста. Все у нас по 18 рублей. Причем и белое, и красное, и белорусское. Товаров много и на любой вкус, но покупатели-консерваторы, убеждены организаторы ярмарки. Предпочтение неизменно отдаются овощам и фруктам из Краснодарского края, Азербайджана и Подмосковья. А за молочной и мясной продукцией мытищницы спешат к прилавкам с надписями «Из Белоруссии» и «Ельца». Очень удобно, очень хорошо, все прекрасно организовано. Приятно, что каждый год у нас такие проходят ярмарки. Не надо никуда ехать, все находится рядом с домом. Свежие овощи, фрукты и зелень в магазине по сниженным ценам не купишь. А на ярмарке только успевают взвешивать и загружать. В магазине 40, а здесь 16. Морковка. Так что, все хорошо. Что еще планируете прикупить? Ну, капусту, лук, то есть все овощи. Мешки помогут загрузить, а пенсионерам даже домой доставят. Такая забота о покупателях во время проведения ярмарок выходного дня стала уже правилом. Покупать продукты на этой ярмарке на Центральной площади не только выгодно и удобно, потому что цены ниже магазинных, но еще оказывается очень весело. Организаторы постарались и организовали концерт для всех покупателей. Кроме продуктов питания, для удобства покупателей предусмотрели широкий ассортимент товаров народного потребления. За одеждой и обувью для всей семьи, текстилем и кухонной посудой по доступным ценам теперь тоже не нужно далеко ходить. Это удобно, очень удобно. Все можно купить вообще. Когда была большая семья, мы закупались, а сейчас так-то, по-моему, не понемножку, а так вообще здорово. Молодцы. Не забыли и про санитарные нормы, где средства для рук, маски, перчатки, измерения температуры у продавцов и соблюдение дистанции стали давно привычными. А вот дегустацию на ярмарке пришлось отменить. Так что пробуем дома, а здесь доверяем интуиции. Она не подведет. Что больше понравится приобрести в следующий раз, приходите, смотрите, приценяйтесь, покупайте. Ярмарка на Центральной площади будет и в следующие, и в октябрьские выходные. Организаторы уверяют, народная тропа не зарастет. Поэтому приглашают не только тех, кто придирчиво обращает внимание на цену качества, но и самих фермеров. Сейчас многие из них заканчивают сбор урожая, а значит, в следующие субботу-воскресенье еще больше овощей и фруктов прямо с грядки попадут на прилавки. Дарья Линска, Андрей Капустин. Первый мытищинский. Мытищинские депутаты провели выездное заседание комиссии по культуре и туризму. Основной вопрос – оценить качество предоставления услуг в библиотеках округа. В мытищах 26 книгохранилищ. В ближайшее время в трех из них запланирован ремонт. Ежегодно обновляются фонды. Какие выводы сделали народные избранники, узнаем у Аллы Ставаевой. Читающие мытищинцы точно знают, что современная библиотека – это не просто пункт книговыдачи. Это место, где можно получить доступ ко всем информационным ресурсам, в том числе научного и художественного содержания. В целом, это место обмена информацией и, конечно, полезного и приятного времяпрепровождения. Депутаты окружного совета приехали в четвертую библиотеку, чтобы лично убедиться в качестве предоставления услуг мытищинцам. Живая книга не потеряла своей актуальности и сегодня. И прикосновение книги к страницам, а люди нашего поколения, наверное, все-таки используют большую такую потребность, остается. В библиотеках мы видим достаточно большое количество детей, потому что библиотеки на сегодняшний день – это не просто знакомство с книгой. Это еще и мастер-классы, и знакомство с целым рядом направлений, и работа вживую по различным интересам. В библиотеку заходишь и уходить не хочется. Я любитель большой книг, поэтому у нас такое я еще не встречал, конечно, чтобы из библиотеки быстрее бы лишь уйти. Поскольку я считаю, что основная масса библиотек находится в очень хорошем состоянии. В рамках заседания депутатской комиссии ее участники ознакомились с работой библиотечной сети и реализацией национального проекта «Культура». Сейчас в округе открыто 26 библиотек, три из которых детские и 13 сельские. Все они объединены в одно юридическое лицо – библиотечный информационный центр. Также в этом году был открыт клуб «Активное долголетие», работающий в рамках губернаторской программы. У нас называется наша программа «Перезагрузка библиотек Библиотайм». И в ходе сегодняшней депутатской комиссии было рассказано, в каких библиотеках произошла перезагрузка, в каких библиотеках требуется еще, чтобы произошла перезагрузка. Общий книжный фонд составляет около 400 тысяч экземпляров. С каждым годом он увеличивается. Из нововведений в этом году закупка новых компьютеров и ремонт трех библиотек в деревне Ларева, Красная Горка и Сгонники. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Матишинский. Смотрите во второй части выпуска после блока социальной рекламы. Православные отмечают один из 12 главных христианских праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Ее рождение – это знамение того, что Бог с нами. Из 33-й гимназии в картинную галерею. В год 75-летия окончания войны мытищинцы знакомятся с фотографиями из цикла «Лица Победы». Ставлены здесь герои, мытищинцы в основном. Зажли свечи в память об ушедших товарищах. В округе вспомнили мотоциклистов, погибших на дорогах. На сегодняшний день аллея насчитывает 236 деревьев, высаженных здесь в память о погибших байкерах. Шины я сдаю в шиномонтаж, где с утилизацией. Мебель старую складываю рядом с помойкой. Нет, это крупно. Крупный мусор. Не знаю, машину вызывать. Все. Какие проблемы? Мы недавно выбрасывали пылесос, относили на мусорку и все. Распределяю все, как мы выбрасываем. Распределяю все. В мусорку, в контейнеры. Специальные там есть. Ну, где мусорные контейнеры, там есть уголок небольшой для мусора крупногабаритного. Я так понимаю, туда я его и выбрасываю. Мегабак? Нет, не слышала. Нет. Нет. Да, что-то слышала. Честно, нет. Нет, не знаю. Вполне, думаю, нужен, потому что около мусорок постоянно ажиотаж со всякими диванами, какие-то плиты выносят. И как бы это не очень приемлемо. Надо, конечно, чтобы помойки не засорять. Ну, наверное, нужно, чтобы не валялось там на мусорке большие диваны, там, гардеробы. Много домов вообще строятся, правильно? Много там квартир продаются, заезжают. Ну, куда мне обиделось? Если будет бесплатно, да, и вот как дополнительно это будет предоставляться, эта услуга. Мне кажется, это будет нормально. Я думаю, да, это будет очень полезно, потому что те же строительные материалы какие-нибудь, те же работники могут туда выбросить мусор, и это будет очень удобно для сортировки мусора. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка. Что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд, и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно, а иллюзия опоры создается. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаете, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми даже в сильную жару. Специальные замки или решетки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребенка в квартире одного без присмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня православные христиане всего мира вспоминают Рождество Пресвятой Богородицы. В храмах проходят особые церковные богослужения. Праздник длится несколько дней. На литургии побывала и наша съемочная группа. Ее называют честнейший херувим и славнейший без сравнения серафим. То есть выше и славнее самых высоких ангельских чинов – херувимов и серафимов. Рождество Пресвятой Богородицы считается первым двенадесятым праздником в церковном календаре. Событие рождения Девы Марии у праведных родителей Иоакима и Анны почитается всеми православными христианами. У длительные годы неплодных родителей рождается девочка. Удивительная, благодарованная девочка, которая буквально в трехлетнем возрасте отдается на служение Господу. Ее рождение – это знамение того, что Бог с нами. Согласно словам торжественного богослужения, день рождения заступницы – это день всеобщей радости. Известно более 800 икон Богородицы. К ней обращаются и в горе, и в радости. Перед ее иконами просят о замужестве, деторождении и женском счастье. Именно Рождество Богородицы – начало нашего спасения и защиты на земле. И самая благочестивая традиция в этот день – делиться любовью и радостью с близкими. В праздник все верующие люди ощущают особый подъем. Ну, наверное, когда больше всего радости в душе, наверное, проще ей дарить ее, наверное, проще ей делиться. Чем плотнее мы будем, чем монолитнее будут наши души, тем крепче будем все мы. А в крепости своей мы пройдем любые испытания, любые невзгоды. Дарья Линска, Олег Степанов, Первый Матищинский. В гимназии номер 33 завершилась фотовыставка «Лица Победы». Этот проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также сохранение памяти о подвигах и воинах Великой Отечественной войны. Тема продолжит наш корреспондент. Координатор военно-исторического проекта «Лица Победы» Ольга Антропова может рассказывать об этой фотовыставке часами. Вместе с руководителями фонда «Национальные традиции» была реализована в жизнь давняя задумка – сохранить как можно больше воспоминаний о героях войны. «Представлены здесь герои, мытищинцы в основном, к которым мы приезжали, и они нам рассказывали свои воспоминания о тех днях, которые как раз для них являются живыми, и как будто не было этих 75 лет». С каждым годом свидетелей и участников Великой Отечественной войны становится все меньше. Ветераны уходят, и крайне важно увекомечить память о них. В гимназии номер 33 к проекту подключились старшеклассники. Они проводят экскурсии для ребят из младших классов. «Здесь очень много разных работ, и мы рассказываем историю наших предков, нашей страны, и ребятам очень интересно, и мы мотивируем их интересоваться этой темой, и в дальнейшем делать такие же интересные работы». «Очень гордимся, что в стенах нашей гимназии выставлены национальные герои, и мы всегда помним историю и гордимся этим». Поддержать проект «Лица Победы» в учебное заведение приехали первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин и председатель совета депутатов городского округа «Мытищи» Андрей Гореликов. «Нам бы с Никитой Юрьевичем хотелось бы передать в библиотеку нашей трепетки, 33-й школы, пользуясь «Лицами Победы», такие две книги, которые выпущены только в «Мытищах». Это вот все наши «Мытищинцы», различные фотографии, салют Победы. «Живопись наши». «Да, различные». «Поэтому мы вам с удовольствием передаем, чтобы люди, наши дети тоже поучаствовали, посмотрели». Фотовыставка «Лица Победы» будет расширять свою географию. В планах ее размещения и в других образовательных заведениях Московской области. «Замечательный проект в школе здесь реализуется. Это проект «Лица Победы». Это живые наши ветераны, кто проживает в нашем городе, которые оставляют воспоминания о тех славных или трагических днях Великой Отечественной войны». А 24 сентября экспозиция из 18 портретов ветеранов будет размещена в Мытищинской картинной галерее. Заключительным этапом проекта станет проведение концертного мероприятия, посвященное ветеранам и участникам Великой Отечественной войны на базе одного из образовательных учреждений Москвы с участием студенческой молодежи. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Среди имен выдающихся разведчиков, офицеров спецназа, бойцов бригады особого назначения, проходивших подготовку на Мытищинской земле, одно выделяется особо. В 1943 году этот человек мог изменить весь ход Второй мировой войны. А может, это только легенда? Ведь многое пока остается под грифом «секретно». О ком идет речь, расскажет мой коллега Сергей Берзин. Идея рассказать об этом человеке родилась спонтанно. Выяснилось, что его прах с 90-го года покоится на Перловском кладбище. По сути, это фамильное захоронение. Таких здесь немало. И у каждого есть своя история. Но это почти невероятное. Вот здесь, на пятом участке Перловского кладбища, где, в общем-то, непросто найти захоронение, мы нашли могилу легендарной личности. Игорь Львович Миклашевский. С его именем связана одна из самых удивительных страниц Второй мировой войны. Еще в школе до войны он показал хорошие способности к языкам, стал отличным спортсменом, добился успехов в боксе. Но все это вскоре пригодилось совсем на другом поприще – на военной службе. В 41-м году его способности востребованы в разведке. Да еще какого уровня. Игорь Миклашевский проходил подготовку в Москве. Его готовили, помимо Судоплатова, такие наши корифеи разведки, как Фишер Абель, Вольф Мессинг. Личности легендарные. Да и задание, которому готовили Миклашевского, было подстать. По легенде, он внедряется во власовские подразделения, прибывает в Берлин и под видом родственника знаменитой Ольги Чеховой включается в подготовку покушения на Гитлера. Это был самый дерзкий план диверсионного акта всей войны. И очень реальный. В составе группы была легендарная Ольга Чехова актриса, которой доверяли и Гитлер, и его ближайшее окружение. Игорь Миклашевский должен был и мог подойти как можно ближе к самому заклятому врагу нашей страны. Операция получила кодовое название «Ринг». Дело в том, что Игорь получил популярность в Германии и как боксер. Он побеждал многих немецких профессионалов. Доверие к нему было очень высоко. И он был вхож во многие дома. Но операцию «Ринг» отменили в Москве. Тогда внимание разведчика переключили на подрыв изнутри организации Власовской русской освободительной армии. Удалось ликвидировать некоторых высокопоставленных предателей. Добыть архив агентуры. Но весной 45-го года он получил тяжелейшее ранение. В Москву вернулся только в 47-м. Награжден орденом боевого красного знамени. Травма не позволила продолжить спортивную карьеру. Но тренер Игорь Львович Миклашевский подготовил не одного успешного боксера. Это и стало его главным делом жизни. Сергей Берзин, Денис Петров, 1-й Мытищинский. День, который объединяет всех байкеров. В день памяти погибших мотоциклистов байкеры неспешной колонны следуют по улицам своих городов. Вспоминают навсегда ушедших товарищей и зажигают свечи в память о них. По традиции эту дату отмечают 18 сентября. В Мытищах тоже нашли еще один способ увековечить имена мотоциклистов. «Вечный сезон» – это название дубовой аллеи, которая появилась в Мытищах три года назад. На помощь мотоклубам в реализации этой идеи пришла администрация городского округа. Была выделена земля и оказана поддержка в оформлении документов. Теперь каждому дереву в роще присвоено имя мотоциклиста, чья жизнь оборвалась в дорожно-транспортном происшествии. Байкерское сообщество бережно ухаживает за каждым деревцем. И самое главное – чтит память друзей. Первые 50 саженцев нам администрация подарила. Это были дубы, красные дубы, потому что, как сегодня видно, листья покрываются красным цветом очень символично. Это общественный проект, международный крупный общественный проект. Финансирование открыто, грубо говоря, живем на пожертвования. У нас есть группа ВКонтакте, где в обсуждениях, в закрытой теме весь финансовый отчет. В России мотоцикл есть только у 3% населения. Количество погибших байкеров в ДТП традиционно увеличивается в теплое время года и составляет около 4% от общего числа жертв. Среди имен, в честь кого здесь высажены деревья, есть и известные личности, а также имена обычных людей. В России большинство погибших мотоциклистов – мужчины в возрасте до 40 лет. Одна из основ культуры и понимания мото-движения – байкеры не умирают. Когда у байкера заканчивается земная жизнь, он уходит катать вечный сезон и ветром вдоль дорог ездит и оберегает путников вечно. За молодыми красными дубами ухаживают друзья и родственники мотоциклистов, товарищи по мотоклубу, представители исторических сообществ и просто неравнодушные жители. На сегодняшний день аллея насчитывает 236 деревьев, высаженных здесь в память о погибших байкерах. Среди них известны имена. Например, наш коллега Сергей Доренко, а также основатель первого мото-движения – барон Нагель. Марьяна Сборовская, Денис Петров, Первый Матищинский. Во многих странах мира отметили День мониторинга качества воды. Данный праздник скорее можно назвать глобальной информационно-образовательной программой, направленной на осведомленность общества о проблемах воды и способах защиты водных ресурсов. Традиционно в этот день берут пробы воды для оценки ее качества и безопасности. В конце сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды. Это необычный экологический праздник. Он был учрежден в 2003 году в США, но со временем стал не просто очередной красной датой, а международной информационно-образовательной программой, направленной на сохранение водных ресурсов планеты. К слову, городской округ Матищ является уникальным местом Московской области в части водных объектов. Имеется три реки, таких более крупных, это Уча, Клязьма и Яуза, и ряд притоков. Всего, значит, протяженность вот этих рек более 300 километров. Также у нас находятся пять водохранилищ, которые эти данные водохранилища используются как и для питьевого водоснабжения города Москвы, так и для судоходства. Кроме этого, данные водохранилища с жителем Москвы и Московской области используются для отдыха. Водные объекты, расположенные на территории городского округа Матищи, находятся под постоянным наблюдением специалистов администрации муниципалитета. Сотрудники контрольного управления регулярно обходят их, осматривают акватории, береговые полосы и водоохранные зоны. Они выявляют замусоренные, заросшие или запруженные участки, несанкционированные сбросы, проводят химический анализ воды по 10 показателям. Только за последние три года ликвидировано 11 несанкционированных водовыпусков в реку Яуза и 26 в реке Клязьма и Чанка. Установлено 8 локальных очистных сооружений ливневых стоков на территории города. Работа будет продолжена, но уже сегодня природа говорит нам спасибо. Несмотря на скептиков, вода все-таки относительно чистая и о чем свидетельствует большое количество рыб, а также вдоль наших водохранящих очень много появилось норок. В водных объектах живут, интенсивно размножается андатра. И самые из тех, кто жители боялись, это бобры. Они до такой степени к нам прижились, что часть, когда мы чистили, ушли в Москву, и Москва теперь от них плачет. В мероприятиях, направленных на сохранение водных объектов, с удовольствием принимают участие и мытищенцы. Регулярно на территории муниципалитета, вблизи рек и водохранилищ, проходят экологические акции и субботники. Юлия Федориненко, Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первом и Тищенске. И в завершении выпуска международные новости. В водах Малайзии команда дайверов нашла обломки подводной лодки ВМС США. Предполагается, что это гренадер, который затонул 77 лет назад. Недалеко от индонезийского острова Суматра международная команда дайверов обнаружила обломки подводной лодки. Предполагается, что это американская подлодка «Гренадер». Она входит в список 52 субмарин, бесследно пропавших во времена Второй мировой войны. «Ощущения просто удивительные. Не часто находишь то, что считается давно утерянным, и то, что столько лет оставалось незамеченным». «Гренадер» впервые покинула Перл-Харбор 4 февраля 1942 года. Она совершила пять миссий, в ходе которых шесть судов потопила и два повредила. 20 марта 1943-го подлодка отправилась со своей шестой последней миссией из Австралии в Малакский пролив. Она была серьёзно повреждена в результате бомбардировки японским самолётом. Экипаж затопил субмарину. При этом 76 моряков попали в плен к японцам. Их пытали, избивали и морили голодом более двух лет. Некоторые не выжили. «Во времена войны этот корабль играл важную роль. И он был очень важен для всей команды, которая на нём служила. Я думаю, что эта находка может принести большую пользу их семьям». Обломки корабля находятся на глубине 82 метра, примерно в 150 километрах от Таиланда. Информацию о находке водолазы отправили командованию ВМС США. Сейчас они ожидают подтверждения, действительно ли это американская подлодка «Гренадер». Это все новости к вечеру понедельника. Ещё больше информации на сайте Первого Матищенского, а также в наших группах в социальных сетях. Далее вас ждёт прогноз погоды. Не переключайтесь. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристёгиваться? А ремнём или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро всё схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребёнка можете обеспечить только вы? 85% табачного дыма невидимо невооружённым глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребёнка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости. Не отнимай у ребёнка возможность развиваться.